Слава нашему Господу! Послушайте меня, Асса и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас. И собрал всего Иуду и Вениамина и живущих с Ним переселенцев от Ефрема и Монасии и Симеона. Ибо многие из Израиля перешли к Нему, когда увидели, что Господь Бог Его с Ним. И собрались в Иерусалим в третий месяц, в пятнадцатый год царствования Ассы. И принесли в тот день жертву Господу из добычи, которую привели из крупного скота семьсот и из мелкого семь тысяч. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога Отцов Своих от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина или женщина. И клялись Господу громогласного с восклицанием и при звуке трупов и рогов. И радовались все иудеи, всей клятве, потому что от всего сердца своего клялись. И со всем усердием взыскали Его, и Он дал им найти Себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царь Аса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы. И не спроверг Асы истукан ее, и срубил в куски, сжег на долине Кедрона. И повторяю, и всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой мужчина ли, или женщина. Если бы в нашем собрании сегодня было произнесено это слово, и было сказано, кто не станет искать Господа в этом служении, Он должен умереть, мужчина, женщина, или то дети, которые не будут повиноваться, они должны умереть. Я думаю, что многие из нас бы встрепенулись, многие из нас бы помыслили, что значит остаться вне того, что заключил Господь народом Своим. Он вступил в завет, и каждый, кто не станет искать Господа, должен умереть. Я думаю, и всякий равнодушный и беспечный в нашем собрании встрепенулся бы, он подумал бы, что жизнь его уже оканчивается. Если он не станет искать Господа, он умрет. Он должен умереть. Я думаю, такое повеление, оно весьма серьезное. Это не простые человеческие слова или речи, или запугивания, нет. Это то, что сказано словом Господа. Кто не будет искать Господа, будет виновен пред Ним. Я думаю, что в нынешнее наше собрание Дух Святой, который привел нас в это служение, Он хочет напомнить нам, что Он хочет иметь общение с народом Своим, и не убы какое, а тесное общение. И кто уже захолол, и кто ходит по обряду в собрание, он должен подумать о том, что придет время, Бог спросит человека, в каком состоянии он ходил в Дом Божий. Что он искал? Своей ли славы искал? Свои угоды своей плоти? Или он искал того, что угодно Господу? Я думаю, что здравый смысл в этих словах высказать для нас, чтобы мы сегодня, сидя на этих местах, в наших сердцах нашли Господа Иисуса, поющие, проповедующие, той, кто наполнил этот дом. Он должен сегодня взыскать Господа. А Бог, в свою очередь, Он дал нам чувства, Он дал нам ощущения, и мы можем сегодня ощутить, мы можем сегодня почувствовать, Господь пребывает с нами, или у нас есть полный разрыв, у нас нет контакта с Богом. Мы сегодня должны здесь ощутить, не отходя от этого служения, не отходя от присутствия Святого Духа, который наполняет собрание народа Божия. Мы должны весьма быть мудрые пред нашим Господом, весьма осторожные, весьма внимательные, потому что написано, будьте внимательны, ибо приходит день Господень, внимательно, посмотрите себя, посмотрите духовное строение свое. Бог держит свой отвес над нашим духовным строением, и Он смотрит, куда отклонение у человека, направо или налево, или строится стена благословенная, в ней нет трещины, это духовное основание строения. Потому что Господь сказал, если вы построили дом свой на песке, и придет время испытания, он упадет, и великое разрушение будет его. А кто строит дом свой на основании твердым, это говорит о том, что камень наш есть Христос. Человек строит на этом основании, и какие бы ни пришли испытания, или, как говорят, выпробования, не поколебрится человек, он будет стоять твердо на путях Божьих. Он будет возвышать истину, тот, что Бог вложит в ее уста, он будет говорить. Дух Святый, он сегодня может наполнить твои уста, наполнить твое сердце, дабы ты сегодня свидетельствовал, что говорит Господь. Он тот, который наполняет. Переживаешь ли ты сегодня наполнение Отца и Сына и Святого Духа? Или ты, может быть, уснул, и сон твой приятен и глубокий для тебя? А Бог послалить ангела Свою, говорит, пробуди человека, он может уснуть в сном смерти, пусть пробудится и взыщет лице моего. Ибо сказано, ищите лица моего. Это не лица проповедника, или пророчествующего, или поющего. Взыщите лица моего. Сегодня ты должен взыскать лицо Господа. Очи твои не должны смыкаться и закрываться. Дух Божий должен наполнять тебя. Ибо Он, который не потерял своей силы, способности напаять и наполнять. Моря наполняются водою, великою водою. А Бог наполняет живою водою народ свой. Живую церковь благословляет. Там есть живое общение. Бог, не молчащий Он, говорящий. И если Он тебя сегодня обличает или меня, праведный Бог, аллилуйя, который не смотрит на лица и не берет даров. Всякий, кто любит Господа и пребывает в благословении, в благословении, сегодня получит благословение в этом служении. Потому что держит Бог ответ свой, аллилуйя, на каждую душу, на каждого человека, чтобы проверка была в народе Божьем, как идет духовное строение, как обновляется внутренний человек. Внешний тлеет, внешний умирает, внутренний человек возрастает во славу Божию. Свят Бог, аллилуйя, сегодня праздник для Господа, сегодня праздник для Иисуса Христа, Сына Божия. Сегодня быть радостная песнь, хвала Богу живому, аллилуйя, это песнь ликования, это песнь торжества, на небе ликуют, славят Бога, преклоняются и говорят, свят, свят Господь Самогов, вся земля полна славы Его. Сегодня это слава Божия, она должна наполнить народ Божий. Сегодня реки живой воды, потоки, благодати, они должны протечь среди народа Божия. Аллилуйя, дабы отделить тех, кто славит Бога, и той, кто уснул, и той, кто на дороге упал, он покажет разницу между славящим Бога и нелюбящих Его. Сила Божия, отвечай сегодня, христианин, любишь ли ты Бога твоего, всем сердцем твоим, душою, крепостью твоею. И он задал вопрос Петру, любишь ли ты меня, Петро, любишь ли ты меня? Да, он ожидает любви ничто иное. Он возлюбил тебя до смерти крестной. Аллилуйя, он был распростерты на Голговском кресте. Страдания облегли тело Его и душу Его. Но он говорил, Отче, прости им. Аллилуйя, ибо они не знают, что делают. Слава Иисусу Христу, который знает наше служение сегодня, который знает сегодня нашу душу, и наше терпение, и долготерпение, и нашу любовь, сила крови Христовой. Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святой, приготовляйся, дорогая душа. Ты будешь сегодня преклоняться пред Славой Божией. Аллилуйя, Бог наклонил свои небеса, чтобы слышать молитву твою, вздохи твои и переживания твои. Сегодня встреча твоя должна быть через Голгову. Аллилуйя, среди огнистых камней благословения Божия. Аллилуйя, если вы будете бодрствовать, говорит Бог, вы почувствуете, как я буду наполнять ваши души. Сегодня моя правда возвещается в народе Божьем. Сегодня откройте ухо духовное и слушайте, что Бог говорит. Я буду испытывать по отдельно каждую семью и каждую душу. Никто не останется неиспытанный, чтобы выйти в небо. И поэтому, когда вас постигнут страдания, бедствия, умоляйте Господа. Это Божья любовь идет в домы ваши. Многие из детей ваших будут больные. Многие из детей ваших будут лежать пресмертно мудрые. Этим самым я буду говорить, я люблю тебя. Я люблю тебя, дорогая семья. И я хочу спасти тебя и детей твоих. Вот Бог, говорящий имени Духом Святым. Вот зеркало мое, Слово мое. Посмотрите в это зеркало. И оно вам покажет все пятна ваши. Оно покажет все недостатки ваши. И вы будете в трепете предо мною. Потому что ничто оскверненное не может войти в Слово Божие. Аллилуйя, Свят Бог. Сегодня моя милость над многими будет явлена. Я наполняю многие сердца сегодня. И они выйдут радостными. Они выйдут торжествующими. Потому что будут иметь и тесное общение. Хвала Отцу и Сыну и Светлому Духу. Аминь. Сила крови Христовой. Благодарение тебе, Господь. Вот гласит Господь до тебя. Я бы хотел сказать нечто. Я бы хотел видеть очень глубокое смирение и умоление. Я бы хотел видеть силу и стоящую на тебя. Я бы хотел видеть благодать мою. Что можешь ответить сегодня Господу? Я буду на Божьем открытом дороге. Бог благословляет народ свой. Бог благословляет служение Святого Духа. Участник виду полного служения. И с вами отвечает Господу. Я же, как выразил Бог великолепный. Аминь. 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 А ты глубоко смирись предо мной. Ты глубоко умолись, Господь. Ты когда я подаю силу не гордиться. Потому что это от меня. Это моё. Это их твоя часть. И поэтому молись ты, Отцу Неба. Своё умоление Бога, Сынкина народа. Я хочу сказать, что я буду вискалить на тебя. Ты враги пуши я, что я благословляю тебя. Я от твоей милосы от того, что я благословляю тебя. Ты глуби и ж благословляю тебя. Я говорю тебе, готовим мир. Броводи и флёвляю тебя. Аминь. Мы молим Тебе, да будь открытой листью среднего народа. Бог, мы молим коптать, мы молим уменьшать, мы молим усмьяться с Тебя. Я не спрашивал Тебя, чтобы не дури селево и уйдем. И не бицемерил, кто решал правдою. Это, кем проговорил Господь. Аминь. Росота Вечный Дух Святой. Благодарение Иисусу. Аминь. Кого Он сегодня прошел? Скажите мне. Кого Он сегодня минул? И где струя Его не прошла среди народа Божия? Это живительная струя, благословенная струя. Она дается для Тебя, потому что любовь Божия излилась с Духом Святым в наши сердца. Ободрись каждая душа, не спи духовно, просыпайся, вставай, взывай, кричи до Господа Бога. Он слышит тебя, подаст Тебе руку пронзенную, и кровь Его с руки капающая очистит, освятит Тебя. Аллилуйя! Аллилуйя! Проходка силы Божьей. Дух Святой проходит среди народа Божия. Благодать Божия спускается низко. Аллилуйя! Склоняемся пред Богом и молимся живому Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Сила крови Божьей! Аллилуйя! Сила крови Божьей! Аминь! Аллилуйя! Сила правды Божьей! Таинственные пути неба! Армана гитухэрбен! Авва отче Дух Божий! Аллилуйя! Благословение Твое! Та распространяется, аллилуйя! Аминь! Как свят, аминь, Исподящий над этой землею! Авва отче Дух Святой! Контроль Божий! Аминь! Кармана били клавур! Аллилуйя! Аллилуйя! Сила Божья! Аллилуйя! Сила Божья! Аллилуйя! Контроль Божий! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь. 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 Хвала, хвала, хвала. Хвала Иисусу. Алилуйя, алилуйя. Хвала, хвала Ему. Дыхание неба. Аминь. Тат, Сын мой, увлекайся верою. А в о чем я продолжу служить. Аминь. Хвала Тебе, Иисусу. Продолжай, Иисусу. Алилуйя. Алилуйя, алилуйя. Алилуйя, алилуйя. Аминь. Чувство веры. Победная песнь Божия. Аминь. Хваленье, хваленье. Хваленье Сознателю Великому. Хваленье Творцу. Аминь. Сильному Богу хваленье. Арменекихаузендер. А в о чем Дух Святой. Алилуйя. Сила крови Божией. Аминь. Аминь. Свят, свят, свят. Свят, свят Бог Еммануел. Алилуйя, алилуйя, алилуйя. Аминь. Сантури Гетер, Аминь. Аминь. Гормен Велик Райден. Слава Тебе, Владыка Вечей. Слава Тебе, Звилоси Великий. Аминь. Ты весьма милосердь. Ты весьма сострадателен. Алилуйя. 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 Ты сострадаешь. Народу Твоему соболезнуешь. Алилуйя. Аминь. Выходишь, как исполин, обличенный святостью Твоею. Дабы защитить народ Твою, хранить его. А ведь, чтобы враг не разрушил веру народа Божия. Хвала Тебе, Дух Божий. Хвала Тебе за великое милосердие. За теплоту любви Твоей. Хвала Тебе, Иисус. Алилуйя. Алилуйя. Хвала Тебе, Дух Божий. Крама Нагайсен Фудермейзен. Алилуйя. Дабы уйти, Господа благословенного. Дабы прославляется вечный Бог. Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.